Десна ТВ День молодежи в Десногорске Впереди у вас интересная и трудная жизнь, но без трудностей не бывает успеха Вручение диплома в Десногорском энергетическом колледже Сегодня, дорогие ребята, книги вашей жизни пишутся в яркие страницы исполнения желания Чествование выпускников 4-й школы Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее С 1 июля российские банки начали собирать биометрические данные клиентов Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать ряд услуг через интернет без их личного присутствия На данный момент идентификацию можно пройти в 20 банках В перспективе к системе будут подключены все российские банки 27 июня в России отмечали День молодежи В Десногорске праздничные гуляния прошли вечером 29 июня на территории пляжа В три часа дня в Десногорске зазвучала современная музыка и на территорию городского пляжа стала подтягиваться молодежь По задумке организаторов, каждый из участников должен был найти для себя на празднике занятия по интересам Дети и взрослые приняли участие в фестивале красок и в аквабитве У меломанов была возможность оценить выступления диджеев Десногорцы, увлекающиеся спортом, показали себя в соревнованиях по пляжному волейболу Живая музыка, тематические конкурсы, игровые состязания и не минуты покоя Эти условия праздника были четко соблюдены С Днем молодежи всех поздравил исполняющий обязанности главы города Александр Новиков Хочу поздравить всех с Днем, с замечательным Днем молодежи Так как и сам молод еще, и все мы молоды, даже те, которые перевалили за 30, за 40 лет, за 50 Потому что все равно, как опыт показывает душой, мы остаемся молоды Пожелать всем счастья, здоровья, хорошего настроения в этот день По словам Десногорцев, праздник удался Классно, меня все закидали этими красками Очень классно, мне все нравится вообще Я не первый раз принимаю праздник фестиваля красок Очень хороший заряд эмоций, все понравилось, спасибо вам большое Классно, в общем все организовано, мне нравится Вот, и музыка играет самый главный день молодежи все-таки А главное увлечение молодежи, наверное, на данный момент, это музыка Вот, все здорово, я еще не могу представить, что будет вечером Если сейчас уже так все круто устроено, организовано Завершился праздник выступлением кавер-группы из Брянска Которая привезла самые лучшие аранжировки и фаер-шоу Очень хороший день, мне понравилась организация в общем Много мероприятий, конкурсов, подарков, призов Ну, хорошо организовали в этом году И погода соответствует самому празднику Такая же лучезарная, как и все здесь Мне день молодежи очень понравился Я была волонтером, и я тут с пол третьего нахожусь Все было очень круто, фаер-шоу классное Также была аква-битва, тоже было очень весело Краски были, холли-шоу Праздник стал хорошей возможностью Показать потенциал современной молодежи Атомграда Рассказать, какая она, чем живет, к чему стремится Молодые люди не просто отдохнули, но и нашли единомышленников и друзей Многие открыли для себя новые творческие и спортивные увлечения Очередное ежегодное повышение коммунальных тарифов ждет россиян с 1 июля Средние изменения размера платы по стране со второго полугодия не превысит 4% Хотя по субъектам Российской Федерации рост будет разный Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию 6% А самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и Новосибирской области 3% 29 июня в администрации города прошло заседание муниципальной межведовственной комиссии по профилактике правонарушений На повестке дня были два доклада и рассмотрено два вопроса Какие решения приняла комиссия, мы расскажем в нашем сюжете Первым докладчиком был представитель отдела внутренних дел по городу Десногорск Андрей Плетнев Он рассказал, как полиция взаимодействует с общественными формированиями в обеспечении порядка на улицах города О мониторинге информированности населения по профилактике правонарушений рассказала главный редактор телекомпании Десна-ТВ Евгения Коваль Члены комиссии приняли решение о необходимости разъяснения в средствах массовой информации действующего законодательства в части семейно-бытовых правонарушений По второму вопросу комиссия заслушала доклад начальника пятой колонии поселения Десногорска Александра Филимоненкова Он разъяснил существующий порядок реабилитации и трудоустройства для лиц, освободившихся из мест лишения свободы Смоленская область оказалась на 14 месте среди самых чистых регионов страны Рейтинг экосостояния составила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» Специалисты оценивали качество воды и воздуха, транспорт и обращение с отходами Всего в списке 85 субъектов и регионов В тройку лидеров вошли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край На последних местах по экологическому состоянию оказались Московская, Челябинская и Свердловская области Десногорский колледж – кузница кадров рабочих специальностей, близких к потребностям атомной промышленности Мы расскажем вам, как педагоги колледжа прощались со своими питомцами 29 июня в Десногорском энергетическом колледже прошел праздник выпускников В этом году колледж закончили 72 студента Получили рабочие специальности по технологии воды, топлива и смазочных материалов, атомные электрические станции и установки и автомеханики На импровизированной сцене ведущие обыграли своеобразный турнир по футболу Открыла чемпионат директор колледжа Наталья Черных и обратилась к бывшим студентам с напутственным словом Впереди у вас интересная и трудная жизнь, но без трудностей не бывает успеха С ваших побед и с ваших достижений начинается наш Десногорский, начинается наша Россия Будущим автомеханикам дипломы вручали директор акционерного общества «Атомтранс» Михаил Лосенко и главный инженер Николай Фомин Тем бы вы не были, прежде всего надо быть человеком Вы молодые, мерзаемые, веселые, уважаемые друг друга Живите так, чтобы старые старшие коллеги гордились вам Выпускникам дипломы вручали руководители профильных цехов Смоленской атомной электростанции Они поздравляли будущих специалистов с успешным завершением обучения и желали им дальнейших успехов на рабочем поприще Слова поздравлений говорили педагоги и мастера Со своей стороны ответные слова благодарности им адресовали выпускники и их родители Многофункциональные центры начали оказывать новую услугу Теперь о задолженности по транспортному, земельному и имущественному налогам физических лиц можно узнать в МФЦ Если задолженность имеется, сотрудники распечатают ее для оплаты прямо на месте Оплатить налог можно через терминал, либо в банке по квитанции Или на сайте налоговой службы налог.ру 29 июня в торжественной обстановке во дворце молодежи чествовали выпускников 4-й школы Подробности в нашем сюжете В 2018 году стены школы покинут 66 выпускников 11-х классов На церемонию были приглашены родители и друзья Ребят наградили за их труды, таланты, достижения и творчество Золотые медали получили три выпускницы Мария Тараруева, Анастасия Шевеленкова и Юлия Рязанская Им были вручены памятные адреса от главы города Андрея Шубина Администрация школы участвовала 11-ти классников в различных номинациях Грамоты получили интеллектуалы, победители и призеры муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников Юные спортсмены, 8 выпускников удостоены значков ГТО Похвальные грамоты школы вручены и тем ребятам, которые на протяжении всех школьных лет Проявляли свои таланты в различных конкурсах, состязаниях и олимпиадах Много теплых слов в адрес выпускников и их родителей оставила директор 4-й школы Ольга Антошина Вот и остались позади школьные годы, незабываемые дни детства, ранней юности А сегодня, дорогие ребята, в книге вашей жизни пишутся яркие страницы исполнения желаний, сбывания мечты Подведение итогов 11 лет учебы, 11 лет собственного развития, личного совершенствования Благодарственные письма школы получили родители за хорошее воспитание детей и неравнодушное отношение к школе Теперь выпускникам предстоит дождаться всех результатов по экзаменам и продолжить обучение для того, чтобы получить профессию На Смоленщину пришло резкое похолодание После нескольких дней устойчивого тепла в регионе снизилась температура и начались дожди В Десногорске 2 июля будет пасмурно и небольшой дождь Днем плюс 13-14, ночью плюс 12 А на сегодня это все новости Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefis.ru С вами был Виталий Волков, увидимся Редактор субтитров А.Семкин